Здравствуйте! В эфире Город Эсс и Татьяна Дмитриева. Что делать, если с вами произошел несчастный случай на работе? Какова статистика производственного травматизма в Самарской области? Об этом будем говорить сегодня. В нашей студии начальник отдела Государственной инспекции труда в Самарской области Ольга Терехина. И ваши вопросы по охране труда и защите трудовых прав задавайте по телефону 202-11-22, звоните. Здравствуйте, Ольга Ивановна. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, всегда интересует сравнение статистика, куда мы движемся, как мы улучшаем вот эту сферу охраны труда. Вот по статистике за прошлый год было больше несчастных случаев на производстве или это на прежнем уровне? В 2014 году, я буду говорить о результатах 2014 года, в хозяйствующих субъектах Самарской области произошло 190 несчастных случаев с тяжелыми последствиями. Какие тяжелые последствия? Это групповые несчастные случаи с тяжелыми травмами, тяжелые несчастные случаи и смертельные несчастные случаи. В этих несчастных случаях у нас погибло 45 человек. 157 человек получили тяжелые повреждения здоровья. За 2013 год произошло 183 несчастных случая с тяжелыми последствиями. То есть это групповые, смертельные и тяжелые. Казалось бы, некоторые снижения есть. В том числе и по смертям. Если вот в этих 190 несчастных случаях погибли 45 человек в 2014 году, то в 2013 году в таких случаях погибло 49 человек. Но несколько наблюдается рост тяжелых несчастных случаев. То есть тяжелые повреждения здоровья получили работники в результате этих несчастных случаев. А какой основной фактор влияет на то, что вот эта цифра или растет, или убавляется? Вот от чего зависит? Прежде всего, конечно, в основном зависит от отношения работодателя к вопросам охраны труда. Ведь по статистике у нас основной причиной несчастных случаев на производстве является неудовлетворительная организация производства работы. Это что значит? Это что работодатель не организовал работы надлежащим образом. Это первая и самая главная причина. То есть само производство, не охрана труда, а вот именно производственный процесс, организован недолжен образом, получается, так? Нет, не производственный процесс, а как раз вопроса охраны труда в организации производственного процесса. Собственно говоря, не сам процесс, а его организация. То есть как работник работает на этом производстве? Что вообще и как выполнение работ? Чем обусловлено? Провели ли обучение с работником? Осуществили ли надлежащий контроль за выполнением видов каких-либо работ? Дали ли задание конкретное работнику? И что перед этим заданием ему сказали, как надо выполнять свою работу? То есть вот эти вот меры безопасности при выполнении работы, они должны контролироваться работодателем. Работник тоже может ведь нарушать и правила, и нормы охраны труда, и инструкции по охране труда. Но это не снимает с работодателя обязанности контролировать, как выполняет работник свои обязанности трудовые. Но мы все знаем перечень самых травмоопасных специальностей и профессий. Вообще он как-то меняется? Или лидерство одним и тем же принадлежит? Если можно напомнить, кто у нас сегодня сам? Вообще, конечно, установилось такое лидерство. Вы знаете, как и везде по стране, лидерство одерживают у нас по профессиям, скажем так, травмоопасным. Да, лидерство держат водители. Водители автомобиля, водители автобуса, водители погрузчика, водители, допустим, бульдозер, экскаватор, трактор и так далее. То есть везде, где есть средства повышенной опасности, источник, который движется на колесах или на гусеницах, и за рулем сидит человек, он уже потенциально представляет, собственно говоря, и источник повышенной опасности представляет для него угрозу, если он не так им управляет, как должен управлять. И в то же время он ведь представляет угрозу и для окружающих. У нас, допустим, были такие несчастные случаи, когда люди гибли в результате того, что на них наехало транспортное средство под управлением того или иного водителя. Вот. Причем эти смертельные травмы происходят, нет, не на дороге, допустим, передвижении, а происходят в помещениях цехов, где работают погрузчики различного вида, и где, собственно говоря, нужно уделять достаточно большое внимание, как они там передвигаются, как люди передвигаются. Вот сегодня только было сообщение в новостях, погрузчик на нашем предприятии, вот в области наехал на женщину. Ну вот, наверное, вот здесь все-таки человеческий фактор тоже присоединяется ко всему. И к организации, да. И человеческий фактор присоединяется, но прежде всего это организация, опять-таки, производственного процесса. Ну, если рассказывать, там ведь очень много таких обусловливающих обстоятельств, которые движение этого погрузчика регламентирует. Ну, может быть, кому-то неизвестно, там должна быть и разметка, по которой движутся эти погрузчики, и разметка пешеходных зон должна быть. Казалось бы, простые вещи. Разметочку сделайте, пожалуйста. Вот здесь пешеходом можно ходить, а вот здесь вот погрузчику ехать. Не сделали разметку. И люди бродят, где попало, и погрузчики ездят не так, как нужно. Вот, казалось бы, такие простые вещи. Поступает первый вопрос от телезрителей. Напомню, телефон 202-11-22. Звоните, еще есть время. Татьяна Викторовна сообщает, что у мужа была травма производственная, обращались с ней в трудовую инспекцию, нам помогли. Он был 4 месяца на больничном. Руководитель оплатил больничные листы. И как вздумается, то 13 тысяч, то 17 тысяч, то полторы тысячи. Хотя должны оплачивать все 100%. А это, по нашим расчетам, 17 тысяч. Что нам теперь делать? Нужно ли еще раз обращаться в трудовую инспекцию? По поводу оплаты листов временной нетрудоспособности, так называемой больничной листы, у нас, собственно говоря, занимается фонд социального страхования оплаты вот этих вот листов. И лучше, конечно, обратиться туда и указать, что работодатель нарушает порядок оплаты больничного листа. За этим надзирают, собственно говоря, фонд социального страхования. Это их епархия, и они, конечно, должны помочь. Вот вы сказали, что бывают и групповые несчастные случаи. А как так может быть, что сразу несколько человек или покалечены, или, не дай бог, погибли вообще? Групповые несчастные случаи по определению – это случай, в котором пострадало два и более человек при одном каком-то событии. В основном, конечно, такие случаи происходят при дорожно-транспортных происшествиях, авариях, транспортных средствах. Естественно, едут несколько работников одной организации, попадают в ДТП, все получают какие-то травмы. Вот вам, пожалуйста, это групповые несчастные случаи. Там могут случаться и смерти в этих групповых несчастных случаях, могут получать тяжелые травмы, могут получать легкие травмы. Но, тем не менее, он у нас обязательно фиксируется как групповые несчастные случаи. Кроме дорожно-транспортных происшествий, такие групповые несчастные случаи происходят и в других отраслях нашего хозяйства. Допустим, жилищно-коммунальное хозяйство, которое обслуживает зачастую колодцы, канализационные, водопроводные и так далее, представляющие собой значительную опасность. Ведь работа в колодцах – это работы повышенной опасности, где свои правила проведения этих работ существуют. И в том числе меры защиты, которые применяются, и организация этих работ должна быть соответствующим образом выполнена. Вот такие вот несчастные случаи, когда в колодец спускается один человек без средств индивидуальной защиты, а потом ему становится плохо, другой спускается за ним, хочет оказать, спасать его, да, оказать ему помощь, и сам там опять-таки оказывается. И вот все это происходит только потому, что ненадлежащим образом организованы эти работы. И работники неподготовлены, они не знают, как выполнять эти работы. Вот они не знают, что представляет и какую опасность представляет собой колодцы. Да, опять мы говорим об этой организации. Опять мы говорим. Скажите, пожалуйста, вот как квалифицировать? Несчастный случай произошел с работником на производстве, или он уже не относится к этой категории? Вот подскользнулся, подвернул ногу или еще какие-то вот… Но был на работе. Вот как это все? Дело в том, что расследование частных случаев регламентируется Трудовым кодексом Российской Федерации. И в Трудовом кодексе Российской Федерации ясно указано, какие случаи расследуются комиссии обязательно, но могут считаться не связанными с производством. Ведь если человек пришел на работу и исполняет свои трудовые обязанности, то все, что с ним там произошло, собственно говоря, при исполнении трудовых обязанностей, либо выполнении работ, которые связаны с выполнением трудовых обязанностей, либо выполнение задания работодателя – это несчастный случай на производстве. Все регламентируется функциональными обязанностями, либо заданием работодателя, да? Либо выполнение правомерных действий, либо действий в интересах работодателя, даже если работодатель не давал задания. Но существует группа случаев, которые квалифицируются как несвязанные с производством. Что это за случаи? Трудовой кодекс прямо дает ответ на этот вопрос. Там перечислены категории. Какие случаи расследуются, но комиссии могут считаться не связанными с производством? Это случаи смерти вследствие общего заболевания или самоубийство, подтвержденное какими-то соответствующими органами, то есть полиция. Либо смерть или иное повреждение здоровья, единственной причиной которых явилось алкогольное или иное наркотическое, токсическое опьянение, отравление пострадавшего. Либо осуществление пострадавшим неправомерных действий, уголовно наказуемого деяния, тогда они связываются, случаи с производством. У нас достаточно большая широкая статистика случаев, которые не связаны с производством и произошли вследствие общего заболевания. Вы знаете, только за январь месяц к нам поступило таких извещений 12 штук. За февраль 8 штук. Это в основном сердечно-сосудистые заболевания. И возрастной ценз работника, собственно говоря, тоже имеет значение, потому что более 40% таких случаев происходит с работниками в возрасте от 50 до 60 лет. А при том, что сегодня пенсионная реформа подталкивает людей все больше работать, оставаться дольше на производстве, и тогда они будут больше получать. Вполне возможно. А получается, что вот заканчивается? Да, это зачастую, вот это заканчивается достаточно трагично. И хочется отметить, ведь какие в основном это профессии? Это те профессии сторожа, вахтеры, то есть с ночным режимом работы. Когда нагрузка уже не выдерживается организмом, когда организм уже настолько изношен, что вот такие ночные нагрузки противопоказаны. Конечно, хотелось бы, чтобы вот у нас есть такая, как говорится, мера защиты, как предварительный при приеме на работу медицинский осмотр, где должны медики показать, вообще работа показана человеку или противопоказана эта работа человеку. Зачастую вот этот медосмотр проводится формально. Иногда этот медосмотр вообще не проводится предварительно при приеме на работу. То есть считает работодатель, да ладно, вот пришла бабушка тут, ну и пусть она дежурит. Вот пришел там охранник человек пенсионного возраста, ну и ладно, и пусть он тут сидит. Ну вот недостаточное внимание уделяют вот этому медосмотру и, конечно, вот этот вопрос, конечно, к медицинским организациям. Понятно. И вот в случае общих заболеваний, когда человек на производстве даже умирает, никаких компенсаций ни родственникам, никому не предусмотрено. Никаких компенсаций не предусмотрено. Как только ставится вот этот диагноз. Да. И, да, поэтому, конечно, нужно следить за своим... Ну, за своим здоровьем нужно следить и вот так вот бездумно не идти вот на выполнение такого вида работ, считая, что они достаточно безопасны. К нам поступило следующее сообщение. Травмы – это следствие нарушения законодательства. По 12 часов в сутки работать приходится. Я сам отработал 33 года. Вот сейчас в больнице. Не пора ли смертную казнь ввести для предпринимателей? Ну, очень, конечно, кардинально. Конечно, кардинальная мера – смертная казнь. Дело в том, что ведь по 12 часов работы у нас 40-часовая рабочая неделя. Да. Если эта работа с вредными и опасными условиями труда, там уменьшается продолжительность рабочей недели, допустим, до 36 часов. Нужно смотреть, какие условия труда у данного работника. Может быть, он имеет право как раз там и не работать. Ну, у нас каждый работник имеет право работать по совместительству не более 4 часов дополнительно. Но что самое интересное, что если у вас вредные и опасные условия труда, то вы не имеете право работать по совместительству на работе с вредными и опасными условиями труда же. То есть, возможно, вы сами работники тоже ухудшаете состояние своего здоровья за счет этого. В большой степени, конечно, работники вынуждены работать такое продолжительное время. Достаточно низкие уровни заработной платы, достаточно тяжелое положение с пенсиями, не очень высокий уровень пенсии, и работники вынуждены работать, чтобы хоть как-то поддержать свое благосостояние. Да, а вот как себя в этом случае подстраховать, если вынуждены люди работать, на что нужно все-таки обратить внимание? Мы уже сказали про здоровье. Обратить внимание на здоровье в первую очередь – это да. И второе, и, конечно, обратить внимание на соблюдение правил и норм охраны труда, и не относиться к этому наплевательски, скажем так. Ведь зачастую бывает так – инструктаж по охране труда. Все начинают смеяться – ха-ха-ха, инструктаж по охране труда. Вот тебе журнальчик, вот пиши. Конечно, работодатель обязан провести инструктаж работнику. Но и работник тоже может потребовать у работодателя – а ну-ка покажи мне там, что мне написано, что я должен делать, а что не должен делать. Изучить внимательно свои должностные обязанности и изучить внимательную инструкцию по охране труда. Что он делать может, что не может. Ведь если работник отказывается выполнять работу, которая угрожает его жизни и здоровью, он может от этого отказаться. И Трудовой кодекс говорит, что за это его работодатель не имеет права привлечь к ответственности. Пожалуйста, откажитесь из этого. Права есть, нужно только ими пользоваться. Правами нужно пользоваться, их нужно знать. Вот я, например, считаю, что у каждого работника, а у нас все в работоспособном возрасте работники, настольной книгой должен быть Трудовой кодекс. Читайте, 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 а мы редко в него заглядываем сами и так далее. Читайте, там очень много чего написано хорошего и для работников в том числе. Ольга Ивановна, вы озвучили цифры за прошлый год травматизма. Ну вот иногда сомнению подвергаются вот эти цифры, потому что случаи несчастные могут и скрываться. Не каждому предпринимателю, работодателю выгодно афишировать вот какие-то случаи на производстве и так далее. Вот есть такая скрытая статистика, как определить ее уровень? Есть, конечно, есть. А есть ли наказание для тех, кто скрывает эту статистику? Конечно, есть. Дело в том, что вот Международная организация труда проводила статистические исследования во многих странах. И вот согласно их статистическим исследованиям, на один смертельный несчастный случай приходится где-то от 10 до 30 тяжелых несчастных случаев и от 100 до 300 легких несчастных случаев. То есть где кроктовременное повреждение здоровья, маленькая утрата трудоспособности. У нас в Самарской области на один смертельный несчастный случай по статистике распределяется всего 4 тяжелых несчастных случая вместо вот этой вот планки от 10 до 30. И где-то 19 легких несчастных случаев, а планка от 100 до 300. То есть либо эти случаи не регистрируются никак, либо они происходят с работниками, которые не оформляют трудовые отношения, либо вместо трудовых отношений незаконно заключают гражданско-правовой договор с работником. И потом отказываются и расследовать несчастные случаи, и, соответственно, какие-то выплаты делать с работникой и так далее. Работник не защищен в этом случае. Поэтому статистика сокрытых несчастных случаев, конечно, есть. Дело в том, что они не всегда, конечно, выявляются, эти случаи. Когда они могут выявиться? Только когда работник сам заявит о том, что с ним произошел вот такой несчастный случай, а работодатель отказался его расследовать. Некоторые работники, даже работники с официально оформленными трудовыми отношениями, идут навстречу работодателю. Я не знаю уж, работодатель не хочет портить свою статистику, что ли. И, так сказать, отказываются от составления акта о несчастном случае. И, может быть, за какую-то компенсацию? Может быть, за какую-то компенсацию. Может быть, он считает, что вот это ему очень хорошо поможет и в дальнейшем. Но хочу сказать, что вы знаете, достаточно большой процент работников, которые увольняются от этого работодателя, а потом с течением времени чувствуют ухудшение состояния своего здоровья, и обращаются и говорят, а вот со мной вот тогда произошел несчастный случай, а меня вот уговорили не оформлять его. Хочется обратиться к работникам. Оформляйте несчастные случаи установленными актами формы Н1. Это вам поможет в дальнейшем получить хоть какую-то компенсацию, если состояние здоровья ваше будет ухудшаться. Если вы вдруг получите утрату стойкую профессиональную трудоспособности, фонд социального страхования будет осуществлять вам выплаты соответствующие. Да, может быть, это не очень большие выплаты будут, но лучше что-то получать, чем ничего вообще. Как правило, с начала Нового года меняются какие-то нормы и законы и так далее. Вот в этом году что-то произошло, на что нужно обратить внимание в законодательстве, допустим, об административных правонарушениях. Вообще они когда применяются, вот эти административные права в отношении кого? В отношении. Значит, есть у нас такой кодекс об административных правонарушениях, где указаны, собственно говоря, и статьи о нарушении законодательства о труде и охране труда. С 2015 года, собственно говоря, претерпел этот кодекс об административных правонарушениях значительные изменения в части отношения к вопросам законодательства о труде и охране труда. Если раньше у нас была одна статья о кодексе об административных правонарушениях, 5.27 такая статья, где за нарушение законодательства о труде и охране труда была предусмотрена ответственность работодателя от 1000 до 5000 рублей должностное лицо и от 30 до 50 тысяч это было юридическое лицо. Вот такие вот штрафы были. Ну и казалось бы, какие-то нарушения зарегистрировали при проверке, плановые или внеплановые, ну вот можешь заплатить один штрафчик за эти законодательства и жить спокойно дальше. То с 2015 года, собственно говоря, ситуация кардинально изменилась. Эти статьи теперь разделены 5.27 и вынесена отдельная статья 5.27.1. Если статья 5.27 рекламентирует нарушение в области охраны труда, вернее нарушение трудового законодательства, то новая статья 5.27.1, она целиком посвящена вопросам нарушения законодательства об охране труда. То есть выделена отдельная статья нарушения законодательства об охране труда. Причем каждая из этих статей 5.27.1 имеет части, так называемые, в которых выделены отдельные составы правонарушений. И вот за каждую из этих частей, если работодатель совершил нарушение, то он может получить соответствующий штраф за каждую из этих частей. И по совокупности, по составам этих нарушений, складываются санкции штрафные. То есть за каждую из частей предусмотрены свои санкции. Ну, например, я остановлюсь на том, что мне ближе по охране труда нарушения законодательства. Вот там так у нас. Часть первая статьи – это нарушение законодательства об охране труда. Должностные лица несут ответственность от 2 до 5 тысяч рублей, а юридические лица от 50 до 80 тысяч рублей. Порог увеличился. И дальше выделена часть. Если работодатель не провел специальную оценку условий труда или допустил нарушение в ее проведении, то за это предусмотрена ответственность соответствующая на юридическое лицо от 60 до 80 тысяч рублей. Следующая часть третья – если работодатель допустил работника к выполнению трудовых обязанностей без проведения медицинского осмотра, без соответствующего обучения по охране труда, то предусмотрено наказание для юридического лица от 110 до 130 тысяч рублей. Причем эта статья очень интересная. Она говорит за допуск работника, не работников, а работника. То есть за одного работника штраф вот такой будет. Если он допустил 10 работников, то он может уплатить миллион штрафа. И суммироваться это будет, собственно говоря, вот это такие достаточно серьезные штрафы по охране труда ждут работодатели, если он такое допускает. Почему это сделано? Да потому что у нас, собственно говоря, травматизм не уменьшается на производстве. А из-за чего он происходит, как я уже говорила? Допуск работника без медицинского осмотра, допуск работника без средств индивидуальной защиты, допуск работника без обучения. Все это ведет в конечном итоге к несчастному случаю на производстве. Дабы предотвратить вот эти несчастные случаи, ставят жесткое условие работодателю, выполняй требования. Не выполняешь требования, даже если у тебя не произошло несчастного случая. Мы, значит, к тебе применим санкции вот такие, чтобы ты обратил внимание, что это серьезно. Но хочу сказать, что у нас есть такие случаи, когда работодатели уже привлекались более чем на 500 тысяч рублей за одну проверку. Ну, и, значит, реакция работодателя была фраза «Мы поняли, что нужно обращать внимание на охрану труда и уделить ей особое внимание». Ну, это, наверное, самое главное, чего и достигалось этими санкциями. У нас почему-то пока работодатель рублем не понес ответственности, он не понимает, что надо делать. Да, ну это вообще общая ситуация. Вот такая ситуация в законодательстве кардинальным образом изменилась. Ну, многие не знают этого. Особенно, собственно говоря, малый бизнес не знает этого и продолжает работать по старинке. Достаточно серьезные штрафные санкции предусмотрены за допуск работника без оформления трудовых отношений, уклонения трудовых отношений до 100 тысяч рублей штрафа. Достаточно высокие штрафы будут за неисполнение законного предписания Государственного надзора. За неисполнение предписания Государственного инспектора труда предусмотрен штраф до 200 тысяч рублей. Да, это от срока, в срок неисполненный. Если в срок неисполнен, то будешь платить, собственно говоря, вот такие вот штрафные санкции. Следующий вопрос от Татьяны. Кто-нибудь может инициировать прокурорскую проверку на выполнение квоты по инвалидам организации «Транснефть»? Сам работник может инициировать. Тот, чьи права нарушены, может обратиться и в прокуратуру, может обратиться и в Государственную инспекцию труда. Пожалуйста. То есть, прокурор, тут не обязательно вмешательство и санкции прокурора? Может и прокурор, если, как говорится, можно и к нам, пожалуйста. То есть, работник имеет право вращаться в любые органы организации со своей болью и бедой. Хотелось бы еще заострить внимание на спецодежде. Вот сейчас мы перед эфиром смотрели новости, и там видели работников, которые убирают улицы от льда, которые все в красных красивых жилетках, но обувь там для работ, кроссовки какие-то, что-то не предусмотрено, наверное, для проведения хороших работ, и чтобы потери не было, учерба для здоровья, потому что можно заболеть и так далее. Вот когда работодатель выдает одежду работникам, полный комплект должен быть или нет? И если комплект не полный, это нарушение или нет все-таки? Ну, конечно, нарушение. Существуют нормы выдачи специальной одежды. Это типовые отраслевые нормы выдачи специальной одежды, которые действуют в каждой отрасли. Если эта профессия, собственно говоря, для всех отраслей присуща, то есть у нас такие сквозные типовые отраслевые нормы для работников всех отраслей экономики. Есть они и там. И для определенных профессий там предусмотрен набор, комплект, обязательные специальные одежды. начиная от перчаток, рукавиц, курток, обуви специальной, заканчивая сигнальными жилетами, касками и так далее. Все, что положено по нормам, работодатель обязан выдать. Что работодатель может нарушить в этом случае? Он может только увеличить выдачу специальной одежды, то есть улучшить положение работников. Ему, допустим, там не предусмотрена каска, выдача каски, а он ему выдал, позаботился о нем, что, не дай бог, на него что-то упадет сверху при уборке в той или иной территории или при выполнении какого-либо вида работ. Пожалуйста, улучшать положение работников работодатель может, но то, что по нормам положено, выдай. Отбирать не имеет права. Какой должна быть курилка? Имеет ли это отношение к охране труда? Ну, вообще-то у нас вышел закон о запрете, это курие неправильно, поэтому курилка, уж какая она должна быть... На производстве нельзя вообще курительных комнат? А как курящие люди будут? Курящие люди, работодатель организует места для курения, причем вне производственных помещений. Закон. Я операционная сестра, работаю в воздухе, насыщенном закисью азота. У нас не оборудована система, куда должны сбрасываться газы с наркозных аппаратов. Медицинская сфера, наверное, там очень много того, что даже понять сложно, где там вредно, где не вредно. А как вот эта сфера контролируется? Нарушения есть или нет? Ну, точно так же контролируется, как и все остальные сферы. Отрасль медицины точно такая же отрасль, как и все остальные. И там соответствующие инспектора надирают за этим. Пожалуйста, если есть какие-то вопросы, обращайтесь, пишите обращение, что ваши права нарушены, что у вас там есть какие-то нарушения, правил, норм охраны труда. Вентиляция, собственно говоря, для медицинских учреждений – это самое первое, что должно действовать всегда. В ТСЖ работает персонал, электромонтер, сантехник, дворник, которые получают зарплату, но они обучаются по ОТ. По охране труда. В подвале дома находятся сосуды под давлением, трубопроводы горячей воды, электрические сети. Кто это контролирует? То есть, действительно, кажется нам, что это привычно, и все ходят, и все обучены. На самом деле, может быть, есть и какие-то люди, которые… Есть, конечно, собственно говоря, какие-то устройства, которые должны обслуживать, обеспечивать их работу бесперебойную, соответствующие специалисты. И по охране труда они, конечно, должны проходить обучение. Есть у нас учебные центры, которые готовят таких специалистов, которые обучают сосуды под давлением и какие-то теплоустановки. И за этим, собственно говоря, тоже надирают и теплонадзор, и энергонадзор. Есть такие. Ольга Ивановна, а как вообще формировать навыки безопасности для себя? Какие-то есть простые правила? Учиться с детства. С детства. Да, элементарные правила выполнять. Выполнять элементарные правила, начиная с правил дорожного движения, начиная с детсадовского возраста, а может быть, и еще раньше. Дети копируют все с родителей. Как родитель себя ведет, так будет себя и ребенок вести. Если ты относишься к своему здоровью ответственно, значит, и ребенок будет ответственно относиться к своему здоровью. Прививать нужно все это с детства. Ведь у нас недаром есть такой государственный стандарт организации обучения безопасности труда, где говорится, обучение безопасности труда проводится на всех этапах образовательного процесса. Начиная с детского сада, есть такая норма закона. То есть, начиная с детского сада, детям прививают навыки уже труда в дальнейшем, когда они вырастут и будут трудиться. То есть, начиная с детского сада. Ну, а уж если уже родителям говорить, то и до детского сада нужно учить детей в безопасности. Ну, спасибо большое за информацию, за то, что ответили на мои вопросы, вопросы через зрителей. Всего вам хорошего. Спасибо и вам за внимание и активность. До свидания. Спасибо, до свидания.